всем доброе утро девочки мои без 15 6 птички поют смотрите уже как листочки распустились на дереве уже окна напротив почти не видно скоро будет совсем не видно там у нас уже белые цветочки на деревьях тут уже листики большие птички поют 1 мая сегодня девочки с 1 мая поздравляю там церковь у нас видно ну дон уже будет не видно мне за деревьями вообще конечно классный пейзаж ой хорошая погода сегодня тепло обещают солнышко встает классно девочки решила я сегодня все-таки выйти на улицу целый день провозилась я там по своим делам то монтировала видео то отдохнуть решила все-таки знаете приболела и не очень хотелось выходить на улицу уже думаю доставку заказать или же завтра в магазин сходить потом в конце концов носа заложен думаю надо что-то пойти в аптеке купить но заодно магазинчик зайти и прогуляться посмотреть что у нас тут хорошенького что новенького есть солнышко уже клонится к закату я вчера ехала смотрю магазин шашлычные открыли вон шары даже повесили но правильно первомайские праздники они всегда торгуют шашлыками пойду зайду узнаю что там но у нас этот магазин назывался как-то по дорогу по другому сейчас росфуд номер один шашлык хлеб пицца пиво в общем тут у нас люди затариваются на праздники шашлыком ну вот в этот раз я шашлычок взяла побалую себя шашлыком классно но идем дальше смотрите на деревьях уже какие листья большие уже как лето у нас сегодня тепло все разделись уже смотрите идут девочки уже с коротким рукавом даже даже без кофточки ну кто-то в кофточках кто-то в ветровочках ну так вот легко одеты люди уже девочки смотрите тюльпанчики розовые высадили красивые просто пелесу так вчера проезжала на такси прямо аж приятно девочки вот из-за чего я собственно говоря вышла сегодня выползла из дома заложено сноса я взяла аквалор решила капли не брать потому что мне врач моя лорс порекомендовала не капать каплями чтобы у меня не было зависимость как прошлый раз вот это самая главная причина зачем я вышла но и потом я вспомнила что пасочку я еще не купила вчера дочки приехала мне было не до этого решила взять сегодня завтра уже как бы уже надо утро встречать с пасочкой да написано освещенный кулич не знаю взяла золотой колос на этот раз хотя брала прошлый раз аютинский но золотой колос мне нравится римская булочка я думаю будет вкусно шашлычок магазин открылся шашлычок на косточке взяла два кусочка побалую себя шашлыком давно хотела уже а что еще я взяла попутно вот еще целый кулек набрала пакет сейчас покажу что в общем решила я пополнить запасы что потом не вылазить из дома ну взяла пельмешки такие вот бульмени я люблю с говядиной свининой бульон внутри мне нравятся они я решила ну чтобы они у меня были просто это так на всякий случай топленое молочко по акции сыр очень вкусный мне нравится и уберу майонез у меня закончился и взяла майонез и сметанку потому что я собиралась сделать оливье но вот не знаю может завтра сделаю посмотрим молочко взяла тоже колбаску на оливье молочная была по акции а докторская без акции в два раза дороже поэтому взяла молочную по акции не было моего хлеба любимого от рубного взяла такой хоть такой был и то хорошо там вообще магазин почти пустой а это вот я взяла груша розовая красная что ли называется но это как раз эту вазочку пополнить надо вазочки чтоб красиво у меня было вот вам девочки я рассказывала это добрала одно пирожное вот это с ванильным соусом очень вкусно это шоколадным соусом нежная вкусная но это тоже баловство знаете и вот взяла без кожи куриное филе это бедро без кожи и без косточки ну тоже вот курочку захотелось что-нибудь с нее приготовлю тоже это будет такой запасик взяла овощи капуста закончилась немножко помидорчиков огурчиков сделала укропчик петрушка еще есть в общем так пополнила запасики чуть-чуть ну вот такой вот натюрморт у меня сейчас получился вот грушами пополнила вазочку уже посимпатичнее винограда не нашла который мне понравился бы а в уголочек поставила пока цветочки но посмотрю как будет нравится будет стоять а может уберу посмотрим как вам такой натюрморт скажите мне что-то по телеку ничего интересного нету сейчас полезу youtube чем-нибудь посмотрю может какой-нибудь фильм найду буду смотреть фильм уже все на улице людей нет в магазине людей нет уже тиши тишина уже так темнеет на улице все рассосались все уже либо дома либо где-то может церковь то пошел ну все доброе утро девочки мои сегодня 2 мая у нас там церковь видите да и слышно колокола ну вот приглашают наверно на службу ой благодатный день какой хороший ветра нету тепло птички поют хорошее утро прям замечательно сегодня девочки заказала по интернет магазину я себе лампу на штативе круглую вот только что мне курьер привез сейчас я хочу распаковать и посмотреть то ли я заказала или не то подойдет мне или нет ну в общем вот такая вот лампочка девочки она высокая это я не на всю высоту и поставила но она больше двух метров высоты диаметр тут 35 но вообще бывает диаметр больше я думаю что мне этого в моей комнате как бы должно хватать тем более что лампа обычно от меня на расстоянии не больше двух метров здесь есть переключатель света есть теплый холодный и еще какой-то вот так не холодный нужен и также мощность можно убавить там от 10 до 100 процентов мощность показывает вот но на всю мощность я включаю не знаю может быть потому что солнце на улице кажется что она недостаточно ярко светит но это я смогу оценить уже только вечером когда стемнеет на улице когда будет электрическое освещение тогда станет не все ясно ну так пока вроде бы нормально все вот такие штучки сюда крепятся три штуки можно прикрепить есть место еще для двух но я не знаю зачем мне так много я думаю мне достаточно одной или телефончик сюда и повешу все будет хорошо а еще здесь нету вилки есть юсб только вход и можно его только включать в сеть через юсб но ничего ладно у меня такие штучки есть но все посмотрим что это там дальше будет девочки для того чтобы понять как светит лампа я сейчас поставила ее на привычное место где обычно я снимаю и кстати говоря телефончик подвесила вот туда где это кольцо и хочу чтобы мы сейчас вместе с вами посмотрели хорошо ли лампа это освещает как вам освещение нормальное мне кажется вроде бы нормально но насколько я это вижу без очков мне кажется вроде бы нормально освещение но это вот самое главное что у меня но понравилось сейчас у меня здесь закрыта все и все конечно можно было бы взять поярче это я взяла лампу номер 14 и там 240 идет 240 мощность 240 чего я чуть-то не могу понять в общем 35 ее идет диаметр там есть 45 и мощнее еще в два раза но в общем стоит она 3 390 рублей и за доставку я заплатила еще 320 рублей в общем такая цена но с магазина в общем-ка я думаю что мне как раз нужна лампочка вот небольшая и чтобы она место не занимала у меня в комнате как вот та очень большая огромная с черным таким знаете чехлом как у фотографов то я хочу убрать а эту поставить и она и в уголочке будет стоять мне не мешать и если что я смогу и в шкафчик прекрасно поставить она там станет и вообще никаких подставков или лишних штативов ничего не будет в общем вот в этом как бы сказать в компактности своей меня очень вполне даже устраивает но освещение я думаю неплохое оно дает нормально вот я сейчас холодный свет поставила теплый мне не нужен и я обычно всегда холодный ставлю и мне кажется вроде бы неплохо ну напишите в комментариях нравится ли вам вот такая подсветка или вы хотите чтобы было мощнее но если мощнее тогда мне придется две лампы ставить хотя мне так казалось что она мощнее чем нужно если я снимаю ее на близкого расстояния но она не регулируется эту можно снизить мощность значит вроде бы на всю поставила все нормально вот ну все девочки решила я сегодня сделать оливье что-то мне так захотелось оливье думаю о почему бы нет у меня для него все есть я уже сварила яйца сварила картошку сейчас сяду у телевизора включу какой-нибудь сериальчик что-нибудь интересное по телеку и сяду свой уголочек и буду там потихонечку нарезать оливье девочки мне нравится это дело вообще симпатично я сейчас даже подсветку не включила сейчас включу и интересно разница появилась что эту цветочку включила должна появиться так ну все я в общем то сейчас пока что почищу посижу тут посмотрю телек почищу сейчас картошечку с яйцами кстати говоря кто-то мне в комментариях написал поставьте туда в уголок цветы чтобы закрыть розетку а я как раз и думала на подоконнике цветы все-таки чуть-чуть мне мешают это вазочка с цветами а здесь она неплохо смотрится я туда еще присоединила вазочку с фруктами вообще натюрморт классический классный получился напишите как вам нравится вот такой натюрморт или или не нравится но мне кажется что когда вот этот полностью фон одинакового цвета то есть немножечко тона разные чуть-чуть да занавески от дивана чуть-чуть в тонах отличается немножечко однородный получается фон и хочется его немножко разбавить яркими красками вот как мне так это да и мне кажется что цветочки там вазочка с цветочками по крайней мере не помешает да ну а фрукты поставила туда чтобы они сейчас пока что мне тут не мешали мне туда за ними тянуться конечно может быть и не очень удобно может быть и здесь бы удобно было пим стоять пока ну пока туда убрала пока пока я сейчас буду тут резать салатик да у девочки на улице у нас какая жара я спустилась курьер привез но он не поднимается это такой курьер знаете как такси индекс индекс такси такси гол или как-то доставка он только до подъезда но я спустилась а там теплый 25 градусов представляете у меня в комнате 25 а там солнце светит тоже 25 это же это же что это же лето а завтра будет 27 и я посмотрела прогноз погоды вообще там на 10 дней вперед и у нас днем везде вот и все время будет тепло но около 20 градусов там плюс минус 2 градуса вот так колебания но и ночью тоже там 14 16 тепла вот мая только начался а жара уже все начинается вот но единственное что мне конечно ну от того что немножко вот этот насморк вот это состояние знаете простудное такое ну оно само по себе состояние не очень-то хорошее поэтому а так бы я там сейчас сейчас уже смотрю в одних футболочках люди ходят радуются жизни так здорово просто класс вот ну я сегодня собираюсь попозже я наверное думаю съем я наверное оливье вот сделаю его покушаю и потом уже довольная-довольная я хочу все-таки выйти наверное прогуляться но посмотрю я выйду днем если будет сильно жарко я конечно домой вернусь я не думаю что мы сильно жарко будет нормально но надеюсь что все-таки сегодня выйду пройдусь хоть чуть-чуть по воздуху подышу не все время сидит дома телевизор смотреть вчера думала что посижу дома целый день и вообще не буду никуда выходить но тем не менее вечером уже не сдержалась и вышла а солнышко когда садится тогда уже становится немножко прохладненько но я быстренько сдвигала в магазин в общем-то рядышком и все так ну ладно девочки не будучи сильно много забалтывать вас я сейчас по-быстренькому по быстренькому хочу оливьешечку эту сейчас нарезать все картошка яйца у меня там будет колбаса соленые огурцы и свежего огурчика добавлю чуть-чуть горошек есть у меня и майонез со сметаной я обычно делаю пополам 50 на 50 и тогда получается вкуснее чем когда один майонез или когда одна сметана в общем в общем все есть у меня все оливье у меня сегодня праздничный день и шашлык у меня есть и оливье у меня будет и просто просто праздник какой-то я прям не могу я уже рада всему не мне нравится мне кажется освещение неплохое но я уже когда буду монтировать только потом я смогу это все сравнить и увидеть сейчас пока что я не могу оценить это освещение но по поводу от этого нового освещения тоже напишите в комментариях хорошее это освещение или оно стало хуже или лучше наоборот но то что оно компактно это просто супер у меня сейчас на одной стойке находится и лампа и телефончик на который я снимаю просто отлично вообще место очень сразу освободиться мне сильно освободиться место вот такой си сегодня чудненький обедик я решила себе сделать у меня там я уже забыла макарошки у меня надо съедать и вот это вот котлеточки из индейки я делала вчера и макарошки вчера варила но я думаю что шашлык я поем позже уже даже не с оливье просто с овощами с огурцами помидорами а сейчас я хочу вот такой обед себе сделать прям симпатичный праздничный совсем да и очень даже смотрится он в этом уголочке у меня сейчас сяду и буду кушать вот кстати хочу вам показать вот черная лампа большая видите какая она и еще сточка для телефона вот у меня то чем я пользовалась а сейчас на одной стойке у меня и лампа и держатель для телефона но и узенький компактненький намного меньше места занимает эту большую лампу я уберу а это у меня будет мало места занимать уголочки стоять если что даже в кладовочку могу и в шкаф ее поставить я рада ну вот девочки убрала эту большую лампу и смотрите как у меня компактненько в уголочке стоит вот эта маленькая а то я поставила пока в шкаф но потом ее можно будет сложить и дочка заберет ее так то теперь я отправляюсь кормить кошку и черепашку девочки вышла я на улицу смотрю такая тачка классная стоит смотрите красная с открытым верхом крутая ну все иду вообще в халате в одном иду я кормить кошку кота вернее кекса нашего и черепашку одуванчики ой кто меня встречает кексик встречает меня котик у котика тут еще есть корм но я подсыплю еще немножко водички подолью до кексик козы я тут скучаю один да ой хорошо пришла бабушка хорошо там и рыбка пойдем черепашек посмотрим пойдем насыпала я корму вот она черепашечка кушает вот она а кексик пухляшка развалился возле ног моих лежит скажи я не хочу тут один быть медному скучно такой бочоночек уже бочоночек такой вот пушистый при пушистый прям плюшевый котенок плюшевый котенок скажи я клюшевый такой при плюшевый да вот он вот он вот он черепашонок смотрит прямо на меня смотрит кто-то пришел покормить кто-то пришел чужой узнает что ли да кекс вот такой какой ты вот прямо пухля пух а вот кусаться я не разрешала кусаться нельзя и не разрешаю кусаться ну вот и все девочки покормила хорошо что живем рядом в одном доме все на улице так хорошо люди пораздевались я тоже в халате в одну воду ветра ветерочек очень слабенький такой тепленький 25 градусов завтра вообще 27 сплит что ли включать придется я не знаю мне кажется что придется включать сплит мне уже сегодня жарко в комнате и уже тоже я на грани сплит включать но какой сплит с моим насморком так что будем так довольствоваться нужно прям лето-лето прям хорошо ну что девочки вот и вечер наступил я решила не делать сегодня чистку утром потому что после чистки лица после пилинга на улицу выходить нежелательно а вот на ночь сделать то что нужно сейчас уже вечер время вечерние так что вот я сейчас хочу сделать пилинг скоро начнется шоу маска финал я буду смотреть мне интересно кто что так хорошо поют под этими масками так сейчас я просто очищу лицо и решила взять вот это вот влажные салфетки с мицеллярной с мицелляркой для снятия макияжа с мицелляркой вот я их просто сейчас возьму протру удалю лица что там есть я еще решила думаю попробую я сейчас как раз у дневной свет закончился сейчас у нас полностью идет искусственный электрическое освещение вот я хочу увидеть в результате но так вот как я сейчас смотрю вроде бы нормально освещение я хочу потом когда буду монтировать увидеть уже в результате как оно это освещение нормально не нормальная не слабая ли вот но у меня сейчас лампочка включена на всю хочу я вам сказать что можно было бы конечно здесь сделать взять и посильнее но после естественно будет стоить дороже так беру кисточку беру шаг а ну это вот фаберлик шаг а bc шаг а я наношу на 10 минут потом смываю а потом пилинг но это я уже показывала вам не раз поэтому я не буду особо сильно на этом заострять внимание просто чуть-чуть с вами поболтать хочу в общем хочу посмотреть в результате как бы освещение ну видите я вот лампу выбрала ну как бы для меня так думаю их ладно 3 400 это я уже так с округлением вроде бы нормальная такая стоимость хотя там и мощнее подороже были но так как я лампу не ставлю на большом расстоянии то есть она вот у меня стоит в метре от меня я обычно ну так близко и ставлю и мне этой лампы достаточно но самое главное чтобы эта лампа освещала нормально лицо чтоб не было затем не он им лицо так-то мне кажется вроде все нормально ну и так-то у меня вверху еще лампочки тоже вкручены такие не слабые светодиодные лампочки и тоже такие нормальные я думаю должно быть нормально освещение вот ничего сегодня девочки по по интернету по телеку фильмы показывают но я в принципе их уже все видела я не люблю вот это повторно но это редко редко какой фильм там захочется посмотреть повторно вот так все одно и то же повторяет как бы ничего новенького так время и засекла 10 минут и смываю по интернету тоже я чё-то сегодня не наткнулась бывает наткнешься на какой-то фильм хороший новый а я вот если натыкалась только на то что я уже просмотрела посмотрела посмотрела ролики дочкин ролик посмотрела там еще чей-то ролик посмотрела вот и все и вот так вот день сегодня и прошел вот так вот день и прошел как-то раз 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 и закончился день и на самое знаете неприятное то что вот когда самочувствие такое я градусник засунула подмышку у меня 37 температура такая вот знаете такое состояние вот когда 37 температура это прям некомфортное состояние вот этот нос заложены его уже тут уже и чё тут только уже не не это самое противовирусные пью но завтра будет пятый день как пью противовирусную но болею уже полтора недели и мне кажется что это уже все ерунда нужно антибиотики наверное пить но я думаю что завтра уже мне будет конкретно ясно либо к врачу идти либо самой начинать антибиотики прям не знаю у меня антибиотики есть но противовирусная всегда выписывают в начале уже сколько раз было прихожу к врачу говорю болею там неделю или две все равно сначала противовирусные выписывают и анализ крови значит общий берут с пальца потом я мучаюсь еще пять дней пью противовирусные эти вот таблетки потом прихожу к врачу и говорю что они мне не помогают а врач уже получает на этот момент результат крови и говорит мне да вам правда надо антибиотики пить и прописывает антибиотики то есть удлиняется еще процедура еще на пять дней в конце концов я решила уже сама пропить противовирусные иммуно иммуно стимулирующим иммуно там что-то в общем короче говоря этот препарат но улучшений нету то болело горло сейчас как бы горло вроде не болит но вот заложенность носа и вот как бы вот это вот сюда пошло куда-то ладно не буду вам жаловаться на здоровье все нормально так все еще чуть-чуть держу пойду смоюсь и вернусь смоюсь пойду и вернусь к вам девочки все девочки я умылась промокнула лицо лицо сразу светлее становится вот мне нравится вот эта процедурка сделаешь и все очень классно так шаг бы шаг бы это такой скрабик такой легкий пилинг я его сейчас нанесу на все лицо а потом помассирую потом смою вот так бывает вообще никаких сил нет ухаживать за собой но вот у меня кстати кто то спросила почему у вас разобраны диван я там пыталась ответить не знаю внятно не внятно ответила у меня спина больная девочки поэтому мне приходится очень часто ложиться я вот что то поделаю поделаю раз я устала мне надо лечь и мне кажется что я устала так что уже просто не в состоянии что-либо еще делать а потом полежу полежу там минут 15 30 бывает когда когда час я чувствую вроде у меня как все отдохнуло и сил еще появились я походу пока лежу думать чтоб еще сделать и на самом деле я сделала бы гораздо больше чем я вообще делаю на самом деле вот я раньше помоложе когда было когда мне ничего не болело вообще я целый день могла что-то делать 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 я у меня я не знаю мне какая-то энергия неиссякаемая была но видите как оказывается время показало что энергии приходит конец когда-нибудь и все а теперь я что-то делаю мелкими перебишками знаете сделала отдохнула сделала отдохнула поэтому мне как как можно подумать как постельный режим только я периодически стою что-то делаю вот так вот вот так вот моя жизнь и идет ну вот и спрашивается такой вопрос напрашивается зачем мне каждый день собирать диван когда кроме меня здесь никого нет я здесь одна при том что я днем все время ложусь конечно если я позову гостей если ко мне придут гости то тогда я диван просто сложу постельное уберу но это бывает очень редко и без приглашения сюда никто не ходит со мной нужно согласовать приход в гости телефонным звонком согласовать договориться аудиенцию будет аудиенция или нет так ну все девочки сейчас малость помассирую чуть-чуть пойду смою и потом уже нанесу третий шаг и все и вот уже через 10 минут начнется у нас программа маска ну вот и все и теперь шаг третий и все лицо гладенькое гладенькое стало вот я люблю когда после пилинга такое гладкое лицо просто чудненько я не могу все вот это вот третий шаг это такой успокаивающий бальзам потому что я ж натерла как положено прямо души терла все бальзамчик этот действует успокаивающе после него можно крем уже не наносить он уже сам как крем как и крем как и бальзам ой какая тылась прям приятно до кожи дотрагиваться очень очень приятно все так так ну что девочки вот и закончили мы уходик да вообще мне нравится честно вам скажу сидеть в этом уголочке делать даже вот уход для лица что-то тут готовить нарезать сегодня ливешку тут нарезала и телевизор у меня вот перед лицом все перед лицом и столик такой за ним удобно сидеть и вот такой вот метр ширина прям хороший вот ну и в списке у меня было написано как я вам говорила это прозрачная клеенка чехлы и лампа вот одно из трех уже сегодня выполнено как-то неожиданно для меня но свершилось чудо лампу мне доставили сегодня буквально я заказала через полчаса привезли отлично так не буду губы красить уже ничего красить я не буду уже все дело ко сну идет ну и все но самое главное что клеенка хоть пока сейчас белая есть и это уже хорошо что хоть какая-то пока есть поэтому мне еще не горит так сказать но планирую в планах в проекте есть у меня купить эту прозрачную клеенку клееночку вот ну и чехлы тоже надо найти мне только ткань подходящую но для этого нужно выздороветь праздники что прошли чтобы было самочувствие нормально и потом поехать куда-нибудь съездить магазин по магазинам и так далее так ну все девочки губки красить я не буду потому что спать потому что спать все очень классно прям мне нравится тут вообще находиться я начинаю привыкать к этому я просто поняла что знаете когда новая мебель приходит и новое какое-то вот расположение то есть мне тут вообще диван стоял все и тогда вот раз уголок мне непривычно было я сюда садилась как-то вот как как вы какое-то знаете ну как бы не мое место казалось да сейчас я начинаю потихоньку уже привыкать к этому месту я прям сразу там раз тарелочку положила себе захожу сюда сажусь вот тут прям кушаем уже все мне уже там не хочется кушать нигде а я вот тут кушаю я тут что-нибудь пишу и что-нибудь делаю в общем такое место прямо класс начинаю его очень очень сильно любить это место девочки так все зеркало в сторону всю сторону все девочки мои я все сделала все закончилось и хочу за видео на этом закончить а завтра уже с утра начать новое видео и уже время как раз через три минуты начнется маска маска шоу маска поэтому я с вами прощаюсь кому видео понравилось ставьте лайк пишите комментарии пишите как вам вот это освещение вот на данный момент я сейчас сижу и у меня вот люстра горит там пять этих светодиодных лампочек и вот тут тоже у меня вот это вот стоит лампа а в ней вот этот телефончик как помыть такое освещение вам нравится не нравится ну да во всяком случае достаточное ли освещение для лица все на этом прощаюсь всем девочки пока пока и и и и и и и